Девятый ава является для нас символом самого грустного дня, источника проблем и бед народа Израиля на протяжении всей истории, разрушения первого и второго храмов, грех разведчиков, изгнаний из Испании и других мест. Нет дня, нет даты, более проблематичной для народа Израиля. Так об этом и говорится в книгах. Вместе с тем также говорится, что в результате этого в этот день родился Машиах. И день этот будет самым добрым, самым мощным для народа Израиля. Как результат этого наступает Тубиаф, 15-е ава, который является днем объединения, днем любви. Почему? Потому что цель творения, конечное исправление, все самое прекрасное, что только возможно, это всеобщее объединение, которым и является любовь. Возлюби ближнего как себя, возлюби творца своего, любовь к творениям, все замыкается на любви. Потому что постижение духовного мира, подъем на наивысшую ступень нашего существования происходит только через объединение между нами. Ведь этим мы исправляем грех Адама Решона, разбиение души и достигаем ее исправления, когда все приходит к совершенству. Поэтому нет дня более особого, более прекрасного, теплого, возвышенного, чем день объединения. А пик объединения и есть любовь между нами, когда каждый включается в желание другого и хочет наполнить их со всей силой своего желания. Я очень надеюсь, что мы с вами произведем такое действие и ощутим, что ожидает народ Израиля и всех нас в скором времени, в наши дни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова